Приветствую вас. В вашем вопросе, сообщении, я хотел бы выделить несколько моментов. Значит, первый момент, который мне показался очень важным, это момент такой, что ваш муж начал работать в новом отделе и общаясь со своими коллегами, которые проявляют к нему много внимания, вам случайно попалась, случайно специально попалась на глаза их электронная переписка. Вот как это так, что случайно специально вам попалась их переписка? То есть вы действительно случайно ее увидели или все-таки вы же хотели ее увидеть? Как это тут ваше случайно специально, как-то вообще не очень понятно, что вы под этим подразумеваете. Далее, значит, ну вы здесь приводите то, что эти коллеги пишут вашему мужу, вот, и так далее. В общем, жутки-прибауски, пищевые, куча смайликов. Мне не нравится, да. Мне не нравится, да, как коллеги пытаются произвести на него впечатление. Почему не нравится? Но если это молодые люди, юные фанатки, как вы говорите, то у них бурлит кровь. Они таким образом пытаются расположить, давайте ему мужик себе, чтобы он там для них что-то сделал, чтобы он там для них как-то себя проявил. Они просто-напросто используют его, его и все. В любом обществе, если в любой группе, если член группы находится в зависимости от другого, он пытается как-то себя проявить, как-то расположить его к себе. И вот то, что вам не нравится, как это происходит, это проблема скорее ваша. Значит, сильно волноваться начала из-за переписки, когда одна из них написала ему не поздравление 23 февраля в 7 часов утра. Ну опять, он написал и написал о поздравлении в 7 часов утра. Ну и что такого? Понимаете, это обычное явление, нормальное. Коллеги его понимают, что надо это делать, чтобы он видел ваш муж, кто как к нему относится, чтобы самому относиться к ним. Мужу это может быть совсем и не надо. Но коллеги действуют в своих интересах. И если ваш муж человек умный, он это понимает. Он понимает, что коллеги симпатизируют не ему, а его статус, его положение. Я поговорил с мужем, что это не тактично с их стороны написывать чужому мужу. Ну, Анна, понимаете, не тактично написывать чужому мужу может быть, но, понимаете, нигде не написано, что это допрошено. И они его не оскорбляют. И они его не унижают. И они не видят на самом деле ничего такого. Наоборот, дедушка, он на два предлагают, что, в общем-то, намекают на то, как они его воспринимают. И так далее. То есть нету в этом ничего не тактичного в поведении. Это нормальное поведение людей, которые чувствуют свою зависимость от человека. Как они. Но вам не нравится, опять же, из-за ваших собственных ощущений. И вместо того, чтобы поработать над своими собственными ощущениями, спросить себя, а почему? Почему меня это так задевает? А почему? Почему я считаю, что это вообще достойно моего внимания? Вместо этого вы разговариваете с твоим мужем. Значит, так, не тактично, так, написывая, что мы будем еще привела пример таких веселых других отношений и будущих коллег, один и наибольших нарк, которые переросли в измену. Ну вот, собственно говоря, вы и образовали свой страх. Можно сказать. Этот страх заключается в том, что вы боитесь измен. Ну вот и вопрос к вам. Тогда, если так. А почему вы так сильно боитесь измены? Почему вы так сильно ее страшитесь, измена этой? Почему вы считаете, что ваш муж обязательно сделает так же? То есть обязательно доведет все до измены. Ведь вы же понимаете, что, наверное, ну я надеюсь, что измена никогда не бывает просто так. Она всегда является следствием определенных проблем в семье. И если у вас никаких проблем нет, если ваш муж удовлетворен, скажем, всем, что связано с вами, то он вам никогда не изменит. Но если вы чувствуете, с одной стороны, неуверенность в себе, с другой стороны, если вы чувствуете, что у вас могут быть какие-то проблемы, то тогда да, ваши переживания оправданы. Но это лишь только значит, что в решении проблемы, в решении проблемы вы двигаетесь не в том направлении. Вы двигаетесь в направлении чуть-чуть ином. Вы пытаетесь решить внешние проявления проблемы. А решать нужно внутреннее проявление ее. Например, почему вы, допустим, в себе неуверенны? В чем проявляется ваша неуверенность в себе? Почему вы, например, боитесь и в нем? Что она для вас? Понимаете ли вы, что она значит по факту? Понимаете ли вы, какое значение имеет? По факту, опять-таки, отдаете в землевы себе отчет, что если мужчина, например, изменяет вам, или изменил, то он не уважает себя, в первую очередь. во втором не уважает вас. Вопрос, зачем вам такой мужчина? И вот, и вот, на эти вопросы вам и нужно ответить себе. То есть, почему вы боитесь изменить? Если измена значима, измена значима для вас, в первую очередь, измена имеет значение, опять же, для вас, в первую очередь, и вот то, что у вас к ней не совсем верное отношение, я бы сказал, слишком личное отношение, термин. А это и является определяющим фактором. Если вы чувствуете, что ваш муж, например, не удовлетворен чем-то, то имеет смысл подумать, что сделать, что сделать для того, чтобы он был удовлетворен. Если вы знаете, что у вас есть проблемы какого-то типа, то нужно подумать, как их решить. И тогда, когда вы это сделаете, все вот эти вот внешние факторы, раздражающие, они уйдут сами собой. На самом деле. Если вы не уверены в себе, то тогда в таком случае, если вы не уверены, тебе нужно подумать, чем именно. И эту уверенность в себе повышать. Но это, опять же, это не устранение раздражающих факторов. Наоборот, раздражающие факторы это некий такой индикатор, индикатор того, как вы к себе относитесь. Вот и все. Понимаете? индикатор этот на данный момент скрыл ваши проблемы. Индикатор этот на данный момент осветил вас как неуверенного в себе человека. И вот с этой неуверенностью вам нужно работать. и работать, как я уже сказал, нужно не путем устранения внешних факторов, и не путем требования от мужа прекратить какое-то общение, если вы не видите в нем откровенного откровенного свиста. Понимаете? Это ваша работа. Работа над тем, чего вы хотите, что вам нужно, что вам требуется, что вам интересно, что вам хочется, чего вы боитесь. Вот это является правильным. Подобная позиция является сверной, а не какая-либо другая. Поэтому, если говорить о том, как себя успокоить, то, если мы с вами говорим об этом, именно об этом, то успокаивать себя нужно только через работу в этих трех направлениях, а не выбор наиболее легкого пути, когда вы просто-напросто пресекаете какие-то эти аспекты. По сути дела, проявляя ревность. Далее. И что же, вроде все выяснили, но меня мне неприятно знать, что коллеги клеятся к мужу, а мужик как будто проясняет это. Ну, вот здесь вы говорите о том, что вам неприятно знать, что он коллеги клеится к мужу. Так сделайте так, чтобы никого кроме вас не видел. А мужик гордится, что он нравится не только вам, и это как бы повышает вашу ценность в его глазах, его глазах. И его ценности в ваших глазах. Понимаете? ревнует. говорите, муж как будто поощряет это, так вам кажется. Потому что вы ревнуете, потому что вы не уверены в себе в действительности, я уверен, он ничего не поощряет. Он понимает, почему люди так себя ведут. Ясно, что потом могут не только коллеги, но и продавшицы. И так далее. Но вот здесь у вас уже прямо как бы идет настоящая неуверенность в себе и это вот ревность. По сути, сделала некоторая такая степень, я бы сказал, эгоизма, но ревность всегда от неуверенности в себе. И от страха остаться одно. И по сути от зерезмерного значения для вас, вашего мужа. Значение вашего мужа нужно снижать путем удовлетворения ваших собственных потребностей со страхами в принципе можно работать, понимая того, что стоит за ними, за страхами. Вот. А с неуверенностью в себе я уже сказал. Нужно тоже взаимодействовать. Я понимаю, что мыть мне не собственность. К слову, я за собой ухаживаю, только приписываюсь с мужем, тоже приписываюсь с мужем, делюсь шутками, картинками, как мне себя успокоить. Ну вот вы написали, я понимаю, что будет мне не собственность, и что? А дальше, что? Такое впечатление, что вы написали, это просто для галочки. Мол, я понимаю, что он мне не собственность, но при этом все мои действия указывают наобратно. Если вы понимаете, что он вам не собственность, то вы понимаете, что он свободный человек. И если вы понимаете, что он свободный человек, то вы автоматически даёте ему право вести себя так, как он хочет, если это никак не задевает напрямую вас. То есть, что это значит? Если мужчина, например, говорит, что вот, ты знаешь, я сегодня там не приду домой там, например, ужинать, да, а пойду там с коллегами, например, в кафе. Это вас задевает напрямую, потому что муж не проводит с вами время. Ну вы можете как сказать, ну, дорогой, тебе что, лучше с коллегами в кафе, чем со мной? Логичный вопрос. Логичный вопрос. Если лучше, пожалуйста, тогда непонятно, зачем тебе я. Это нормально. Если вы видите во свете мужа Флирт с ними, с этими фанатками юными, которые, кстати говоря, могут делать что им угодно и поговорить им все, что угодно, но муж не может их пресечь, потому что это их может обидеть, а обиду создаст неблагоприятную атмосферу в группе. понимаете? Рабочей группы. Так вот, если вы не видите ответного флирта за страны мужчины, а вежливый, это тоже вам не вредит. но если вы флирт видите, вот видели флирт, да, что мужчина там говорит, какая ты красивая, там, я хочу, там, что-нибудь, я хочу, там, с тобой встретиться, там, и так далее, и так далее, это да. и это вы можете человеку сказать. То есть, почему ты, находясь в браке со мной, проявляешь интерес к другой женщине? Я тебя не устраиваю, так и скажи. Поговорим об этом, решим или разойдемся, то есть, как бы, все здесь должно быть именно в контексте вас. То есть, вам необходимо защищать свои интересы, говорить то, что вы хотите. Но когда вы поступаете так, вы давите на своего мужа и намекаете ему на измену, тем самым, бессознательно толкая его к ней, к измене. Что касается неуверенности в себе, то здесь я предлагаю вам проработать над своими качествами, разбитие, разбитие свои качества на два вида, на позитивные, на негативные, по вашему мнению, и на ситуационные, то есть, те, которые время от времени могут вам вредить, а время от времени могут вам помогать. Вот. Постарайтесь это сделать, и определите свое отношение к этим качествам, как вы их видите. Результаты этого, а там есть свои качества, если у вас будет желание, можете прислать мне, с этим и с этим нужно будет работать. Что касается того, что вам делать, то каждый раз, когда у вас появляется ревность, вот это вот, чувство неприятное, чувство неприятное к тому, что происходит, каждый раз вам нужно думать о музе в этот момент и расстроиться отсылаться, дать ему призыв. То есть, грубо говоря, вы оборачиваете энергию из негативной позитива, преобразуете ее. Когда вам неприятно, говорите ему как он хороший, как вы его любите, как вы его дорожите и прочее, прочее, после двух-трех раз это у вас поведение закрепится, ну, может быть, больше, это индивидуально, и вам будет легче не вступать вот в этот надзорный тип поведения, в ревностный тип поведения, потому что никакие доказательства вашего мужа, никакие его заверения не убедят вас в том, что нет повода для ревности. Поэтому не впадайте в нее, не надо. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, вы основную мысль мою уловили, что причина того, что вам неприятно, грозится не в этих людях, не в коллегах, а в вас, в том, как вы себя позиционируете, как вы себя воспринимаете, как вы себя любите, и как вы воспринимаете свои отношения в целом и своего мужа в частности. Оправьте себя в них, в этих отношениях. И небольшое осцепление идет про значимость вашего мужа для вас жертв. Вот у меня отразилось такое впечатление, что значимость у вас завышена. А, соответственно, мотивация быть с ним и страх потерять его завышена, что и приводит к такому поведению вашей стороны, что, безусловно, не является тем-то хорошим. Потому что, ну, на первый раз мучил вас в поле, на второй раз он отверг вас успокаивает, третий-четвертый раз это будет продолжаться, а пятый он уже будет не относиться к этому серьезно. Понимаете? И он будет все более откровеннее видеть, что вы неуверен в себе. И ваша ценность начнет падать. Поэтому постарайтесь не увязнуть в этих серьезных разговорах, постарайтесь все-таки провести работу над собой. если потребуется с помощью психолога. Если у вас остались вопросы, пишите, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! подтائika! По движется без чехол е о